В апелляционной палате Кишинева новое руководство, исполняющим обязанности главы учреждения, будет судья Анатолий Минчуны, а Геннадий Мыра назначен временным вице-председателем. Такое решение приняли члены Высшего совета магистратуры. Исполняющий обязанности председателя Высшего совета магистратуры Дориэл Мустяце во второй раз назначает Анатолия Минчуна и у главы столичной апелляционной палаты. В прошлом году он сменил Анну Панову, которая временно занимала эту должность. Еще в сентябре 2021 года министр юстиции Сергей Литвиненко заявил в ходе телепередачи, что у него есть ряд вопросов по поводу назначения Минчуны, так как его заявленные доходы не соответствуют сумме его расходов и стоимости имущества. Дориэл Мустяце тогда заявил, что информация о необоснованных активах судьи не подтвердилась во время проверок. Отметим, что Анатолий Минчуны также входил в состав судейской коллегии, которая в 2014 году исключила из парламентской гонки партию «Патрия», список которой возглавлял Ринато Усатый. Впоследствии Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что формирование сняли с выборов незаконно. Геннадий Мыра, назначенный в Рио вице-председателем апелляционной палаты, до сих пор работал судьей в этом же учреждении. До этого он возглавлял судебную инстанцию в Новых Аненах. Ио председателя платформы ДАДИНу Пленгеу раскритиковал оба назначения. Он написал на своей странице в Фейсбуке, что Дориэл Мустяце совершил злоупотребление полномочиями, а Минчуна и Мыра находятся под следствием в связи с незадекларированными активами. Назначение Минчуны главой апелляционной палаты не было достаточным сигналом, чтобы унизить всех тех, кто хочет нормального правосудия. Я не знаю, кто такой судья Мыра, является ли он другом или даже кумом Мустяце, но эта система приучила нас к повышениям по таким критериям, написал Пленгеу. По телефону Ио председателя ВСМ Дориэл Мустяце сообщил, что отказывается комментировать обвинения, выдвинутые Дину Пленгеу. Напоминаем, что 18 марта председатель апелляционной палаты Кишинева Владислав Клима подал заявление об отставке. Главой учреждения он был назначен 2 сентября 2020 года по указу тогдашнего президента Игоря Дадона. Продолжение следует...